В Твери любители пеших прогулок у реки Лазурь в минувшие выходные стали свидетелями шокирующей картины. У берега водоема массово всплывает мертвая рыба, а округу окутал невыносимый запах. На место происшествия выехали специалисты и правоохранители. На месте ЧП побывала и наша съемочная группа. Мертвых обитателей водоема обнаружили в минувшее воскресенье жители Твери и забили тревогу. Несмотря на то, что река Лазурь не отличалась экологическим благополучием, такой массовый мор рыбы – случай из ряда вон выходящий. Что примечательно, огромное количество карасей всплыли в том месте, где сбрасываются дождевые и талые воды. Идя в мартовский день по берегу реки Лазури, можно ощутить неприятный запах нечистот. Мутную воду, в которой плещутся утки, а на берегах – мусор. Жители района уже несколько дней задаются вопросом, что же стало причиной гибели такого количества рыб. Очевидцы произошедшего предполагают, что массовый мор обитателей Лазури мог случиться из-за попадания в водоем канализационных вод. Ужасное состояние. Видели, что с рыбой там творится? Ужас. Вообще кошмар. Ужасно. Не знаю, что опять тут сбросили. То подожгут камыши, то еще что-нибудь. Ужас. Однако пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть эти предположения. Это уже задача контролирующих органов. По факту гибели рыбы в реке Лазурь Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры организована проверка. На место выезжали правоохранители, сотрудники рыбоохраны и Росприроднадзора, а также специалисты лаборатории. Отобраны пробы воды, пробы тонных отложений с целью установления причины гибели рыбы, а также размера причиненного вреда окружающей среде. В настоящее время проверочные мероприятия не завершены. Говорить пока о возможных причинах гибели рыбы рано. Мы дождемся лабораторных исследований, заключения специалистов по результатам проверок. Тогда уже примем решение о необходимости вмешаться в ситуацию и привлечь виновное лицо к административной ответственности. За подобные правонарушения предусмотрены штрафы от 15 до 300 тысяч рублей. Если инцидент произошел по вине организации, то ее деятельность могут приостановить на 90 суток. Также за загрязнение поверхностных вод предусмотрена уголовная ответственность по статье 250 уже уголовного кодекса. Санкция данной статьи подразумевает наказание до двух лет лишения свободы.